К нам в виде предпродажного образца попал особый аппарат Самый большой смартфон компании LG Optimus VU На данный момент в мире продано больше полумиллиона смартфонов Optimus VU Или планшетов Optimus VU Для удобства будем называть их смартфонами В общем у себя на родине VU стал бестселлером Не в последнюю очередь благодаря поддержке LTE В Украину дошла международная версия В которой процессор Qualcomm сменили 4 ядра от Nvidia А надпись 4G LTE на задней крышке куда-то исчезла Что впрочем не так уж и важно в Украине Где LTE сети пока всего лишь туманная перспектива Но обо всем по порядку Корпус смартфона Optimus VU Создан фирменным для всех нынешних Optimus в стиле L-Style И если закрыть глаза и напрячь воображение Здесь можно увидеть схожие то с Prado 3.0, то с L5 пропорции и элементы Задняя крышка матовая и фиксируется от полного открывания снизу двумя винтами Для которых судя по всему нужен сервисный ключ Поскольку нам так и не удалось подобрать нужную отвертку Но благодаря тому что крышка мягкая мы можем отогнуть ее И посмотреть что прячется под белой панелью В первую очередь здесь привлекает внимание аккумулятор емкостью 2080 мАч Который соединен с платой медным шлейфом И который без специальных инструментов отсоединить не получится Также здесь находится слот для микросим По бокам корпус обрамлен металлической рамкой Которая очень схожа по форме с рамкой на L5 Сверху расположены клавиши включения блокировки С красивой белой подсветкой Разъем microUSB, который прикрывает защитная шторка Кнопка запуска приложения QuickMemo Отверстие диктофона и разъем для наушников Снизу находится только отверстие для микрофона А справа две клавиши регулятора громкости На лицевой панели присутствуют четыре сенсорные кнопки Назад, домой, история Это новая функция, которая позволяет видеть все действия со смартфоном Которые вы произвели с момента включения А также кнопка настройки Кроме того, к нам в руки попал фирменный чехол Который крепится на заднюю крышку Теперь коснемся удивительного экрана Здесь стоит очень яркая 650 нит IPS матрица от OG Что гарантирует хорошую картинку Разрешение экрана до боли знакомое 1024 на 768 точек Как на классических мониторах Впрочем, соотношение сторон здесь такое же, 4 на 3 Кроме яркости, хочется сразу сказать о замечательной цветопередаче Как вы видите, тест ярким летним солнцем Экран выдерживает на ура Очень достойно экран выглядит при увеличении Плотность пикселей достаточная для внушительной диагонали в 5 дюймов Optimus VU работает под управлением OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich В фирменном интерфейсе LG UI 3.0 Решение создавать экран пропорциями 4 на 3 вызвало много споров В основном критики напирали на то, что все современное видео, созданное в формате 16 на 9, будет либо обрезаться по бокам, либо оставлять слишком широкие поля и сверху и снизу при просмотре Впрочем, просмотр видео далеко не основная функция такого аппарата, как Optimus VU На первый план к повседневной жизни выходит удобство просмотра веб-страниц и чтения книг Здесь формат 4 на 3 проявляет себя во всей красе Независимо от того, горизонтально вы держите смартфон или вертикально, ширина страницы достаточная, чтобы постоянно не масштабировать А высота экрана позволяет гораздо меньше скролить страницу вниз Своему фирменному приложению QuickMemo LG уделили особое внимание, не только создав для него отдельную кнопку, но и улучшив удобство При установленном QuickMemo на Optimus VU приятно изменился дизайн и появилась функция отмены действий В целом, при пользовании этим аппаратом достаточно быстро возникает склонность к стилусу Оперировать на такой площади пером гораздо удобнее Особенно это заметно при работе с презентациями или другими документами Заслуживает внимание и другое предустановленное приложение Notebook По ощущениям, это облегченный аналог PowerPoint, который позволяет создавать простые презентации с иллюстрациями, рукописными метками и текстовыми блоками И что еще замечательно в экране 4 на 3, это удобство набора текста на клавиатуре двумя руками Кроме того, графическая платформа Optimus VU позволяет масштабировать полноэкранные приложения из формата 16 на 9 в 4 на 3 и наоборот Это можно продемонстрировать на примере известной игры Fruit Ninja У аппарата две камеры, фронтальная на 1,3 мегапикселя и задняя на 8 мегапикселей Здесь все вполне стандартно, а набор функций в целом повторяет Optimus 4X HD Правда, несколько отличаются форматы фото и видео Камера может снимать как Full HD видео формата 16 на 9, так и Full SHD формата 4 на 3 Благодаря четырехъядерной платформе камера срабатывает быстро, даже в режиме HDR Впрочем, мы все равно рекомендуем устанавливать Instagram Поскольку фотографии, обработанные винтажными фильтрами, да еще и в формате 4 на 3, смотрятся чрезвычайно аутентично Здесь, как и на Optimus 4X HD, стоит четырехъядерный процессор NVIDIA Tegra 3, который содержит 5 ядер Cortex-A9 Четыре высокопроизводительных ядра с частотой 1,5 ГГц и одно дополнительное ядро для несложных задач, чтобы экономить батарею В результате на нескольких основных бенчмарках Full оказался впереди планеты всей Снова же, возвращаясь к вопросу, нужна ли аппарату с диагональю 5 дюймов такая мощная платформа Скажу, что однозначного ответа на этот вопрос нет Судя по результатам продаж предыдущей модификации, со всеми задачами отлично справлялся и двухъядерный процессор С другой стороны, прогресс не стоит на месте И приложение нет-нет, да и требует все больших ресурсов Основным камнем преткновения обозреватели по-прежнему считают нагрев процессора, который ощущается при работе на полную мощность При этом платформа на базе Tegra 3, используемая LG в своих топовых моделях Как ранее уже отмечалось, больше подходит к формату планшета Что в принципе подтверждается появлением Optimus V Следующим за этой переходной моделью, по идее, должен стать какой-нибудь Optimus Tab с диагональю более 7 дюймов Аппарат Optimus V, несомненно, продукт очень высокого уровня, хотя и вызывает некоторые вопросы Совершенно ясно, что использовать его как единственный телефон неудобно Хотя бы по той причине, что набрать одной рукой номер на этом экране Не представляется возможным даже человеку с довольно длинными пальцами При этом явное удовольствие, которое получаешь, работая с этим аппаратом с помощью стилуса Является еще одним аргументом в пользу того, что VU гораздо больше планшет, чем смартфон Формат экрана 4х3, хоть и кажется поначалу непривычным, на деле оказывается удивительно практичным Так что встречайте в Украине Optimus V, который, как вы видите, неумолимо переигрывает меня в аэрохоккей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok